добрый день с вами давыдов индекс и я леонид давыдов сегодня у нас гостях ну такой резонансный гость юрий рязанов он возглавляет общественную организацию полиция нравов и он бизнесмен добрый день спасибо что добрый день скажите вы стали заметны вот тогда когда эта история вся началась газеты московский комсомолец до которого показали эту путину и вот расскажите как вообще вот вся эта развивалась история изначально он приехал к нам на завод руссельмаш и в аэропорту мне дали газету московском самолец просто стюардессы далее я увидел штамм 250 объявлений типа там маша лена там студентки любовь на продажу там еще такая знаете была строчка приглашаем девушек на высокооплачиваемую работу и вот эту газету конечно я понимал на что иду потому что был как говорится разговор от оценок на зерно там оценок на комбайны но тем не менее как родитель я спросил у премьера владимир владимировича насколько вообще тут тема будет подниматься в россии на что премьер несколько не сказал пока общество не будет требовать пока она не будет возмущаться и как пока избиратели спокойно спят то и правительство но как призвал вас формировать общественными вот этой своей фразой он меня подвиг тому что мы создали общественную организацию полиция нравов название такое немножко брутально она она чтобы привлекать это название взято чисто из американского опыта потому что там работает государственная полиция нравов которая как раз регулирует эту сферу и вот с тех пор я как говорится пытаясь поднимать общество общественные слои людей которые могут общественно значимых людей вкладывая выступая на разном на разнообразных там конференциях там собраниях ставлю там пикеты присоединились к вам вот друг ну кроме вас еще кто-то тратит свое время силы но если честно леонид буквально в течение пяти лет я был почти что одинок как ноги на меня смотрели как на ну такой личный снег нет никакой эксцентричный куда слишком какая-то она была почему вдруг занялись такой именно тогда почему я занялся потому что реально дети подрастают они видят эти объявления а затем в какой-то из западных стран или может даже восточная страна сказано если что-то увидел те что-то не нравится в общественной жизни выйди на улицу и скажи об этом громогласно мне это очень понравилась эта идея и тут я никого не критикую я просто призываю общество с этим бороться тем более я вот прочитал 10 заповеди там написано есть такая заповедь серьезно не пролюбодействуй а когда вся сторона как говорится базируется на том что закрывает глаза на то что у нас там сутенеры там спокойно легально действует возьмем например стриптиз клубы там и них есть отдельного услуга где можно там девушкой уединиться но тоже есть притон есть статья 241 организация притонов они же тоже не сладко они же всем платят чтобы существовать тут интересный вопрос вроде бы есть статья 241 уголовного кодекса я думаю милиционеры не полиционеры приходят периодически собираются да эта статья не работает потому что во первых штраф очень маленькие 1000 рублей за занятие проституции 1 2 есть официальная вывеска а третья организация притонов были же какие есть и потом нам всегда в криминальной хронике показывают что арестованные девушки тем не менее лица тем не менее удивительно но организаторов вот именно сутенеров не было наказанных по этой статье вот есть журнал флирт да вот это ваш главный успех против флирта скажу честно мы только хотели начать бороться уже приготовили какие-то нам общественные материалы там дискуссии и надо же милиционер нас опередили но мне кажется нам не нужно успокаивается что у нас все хорошо первое возможно на вашу повестку читают и стараются не на секундочку мы всем депутатам госдумы выслали год назад кризис мк газету и депутаты через полгода когда они забыли об этом письме подумали что им пришло уже найти в голову самим за своя своя вот и на своя мысль когда приходит вот чем дело я поэтому делаю так забрать свою тему и жду полгода тем не менее тут сейчас нужно посеять другую мысль интернет кишит порно сайтами и ребенок легко заходит без всяких паролей без это недопустимо вот я бы хотел сейчас тоже вот эту идею посеять что сегодня ведь сегодня невозможно выучить урок в школе не зайдя в интернет там специально сделан такие заковыристые вопросы что получить пятерку нужно обязательно войти в интернет ребенок настолько любопытный и колесом нажмет все кнопки нужно не нужно а как действовать они живут все начнут кричать что вот как без суда и следствия закрывают потом вы же не забывайте такую вещь трафик не секрет интернета даже приличных сайтов держаться на порно трафике это же не секрет это не секрет но этот тем не менее борьба с наркотиками леонид абсолютно вы абсолютно правы но ведь нету такой рекламы билбордов сегодня продажи гашиш марихуана вы не можете в интернете зайти в соцсети и там набрать марихуана недорого там кто-то еще если какая дури пожалуйста нет но тем не менее это все не так просто это невозможность есть на секундочку специальное агентство в россии по учету по учету и в борьбе путь по учету за оборотом наркосредств хотя бы такой если вы создали бы на базе б нужно по вашему мнению все равно до гос какой серьезнейшая руку тура которая бы вот как с наркотиками да там федеральная служба по борьбе с порнографией хотя бы хотя бы или нет это будет вот я уверен что будет происходить общество наше меняется но кто еще два года назад мог подумать что такое будет борьба с курением ведь сегодня ни один фильм не показывает сцена курения если мы посмотрим семнадцатого дня весны наш фильм ну что ли все время курит никто этого не замечал тогда даже в головах головах людей не могло это быть сегодня мы привыкли к проституция и привыкли к тому что ну что же поделать мы не можем там миллионы сайтов ну не можем что же поделать не можем кучу народу зарабатывает но поэтому то же самое но раньше заработали на курение наркотиков заработал тем не менее если мы оценим проблему что из кто вырастает из детей совращенных в 9 10 лет уже порно сайтами какие будут отцы какие будут матери поэтому это нужно бить в набат в колоколах просто по поводу механизм 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 и адекватно во первых это автоматическая можно быть блокировка потом по словам который там произносится а потом и вручную вход это в основном через тогда нужно самих уже владельцев соцсетей обязывать то есть если жестко против но шоу поделать у них это деньги это их монетизация все правильно вот это у нас сегодня таких два зубра деньги либо все-таки мораль нравственность и кто из них победит вот сегодня все таки вот в истории с флиртом какой-то на этим победила благоразумие какой-то победила поэтому знаете мир настолько быстро меняется и нам только остается удивляться отлично спасибо огромное спасибо пришли с нами был юрий ризанов руководитель полиции нравов бойтесь он придет за вами всего доброго